Опять всех запретить предлагают депутаты. Не устраивает их контент соцсетей. Редакцию «Спутника» вежливо попросили извиниться за материал о строительстве домов в Баткене. Кто просил? Администрация Верховного. Модный приговор в стенах парламента. Джемпер – это не по красоте. Самолечение опасно для жизни. В Кыргызстане зафиксирована смерть от аллергии на цевтриаксон. Привет всем. Это программа «Не новости» и с вами я, Олеся Цурикова. И вновь соцсетевые баталии. Депутаты недовольны контентом. Накануне двое парламентариев выступили с требованием к Министерству культуры контролировать контент в социальных сетях, в том числе рекламу. И Минкульт не заставил себя долго ждать. Конечно, очуем. На базе ведомства и впрямь появится Центр информационной среды. Его цель – контроль, контроль и еще раз контроль. Ну и запреты, разумеется, закрывания, блокировки и вся подобная чешуйня. Центр будет наблюдать и анализировать контент в СМИ и соцсетях. А после, если что-то не понравится, именно не понравится, потому что адекватных критериев оценки и материалов нет, этот центр будет предпринимать предупредительные меры. Молчать! Молчать! Да, вот такие меры, чтобы никто не нарушал информационное законодательство. То самое информационное законодательство, которое наше, ну, суперлояльное, ага, по поводу которого спорят и не могут добиться адекватности как журналисты, так и НПО, по которому приписать можно будет что угодно и кому угодно. Да, то самое законодательство. Ну, а сейчас оно работает негласно. Вот вам пример. Редакция «Спутник Ки-Джи» в начале недели выпустила расследование о строительстве домов в Баткенской области. Об отставаниях от графика, об аффилированности некоторых чиновников, в том числе из аппарата главы государства. А сегодня главред просит прощения. Главное, искренне и от всей души. Меня зовут Аркин Олымбеков. Я шеф-редактор информационного агентства «Спутник Кыргызстан». Это я только сейчас обнаружил, послушал сообщение, видео сообщение, которое вчера Дейрбек Орунбеков опубликовал в Facebook, где Конобек Туманбаев подробно рассказывает, почему, по его мнению, Элеман Карамшаков, наш корреспондент, который снял расследование про строительство в Баткене, не прав, ну, по мнению Конобека Туманбаева. Я приношу извинения свои людям, которым это расследование доставило столько неудобств. А с другой стороны, не будь нашего материала, не узнали бы мы о том, что у нас, оказывается, есть такие настоящие, настоящие прям великие люди, о которых надо говорить, и не было бы счастья, да несчастья помогло, как говорится еще. Поэтому еще раз приношу свои извинения. И все. Спасибо. Спасибо за внимание. А дело вот в чем. Накануне Дейрбек Орунбеков, сотрудник администрации президента, обвинил в редакцию во лжи в своем фейсбуке. А журналиста, написавшего расследование, повезли в Баткенскую область и дали понять, что он ошибается крупно и бесповоротно. Так вот, фактчекеры, администрация главы государства, знает, что и как надо говорить. Вникайте. Спутник извиняется, а Клооп накануне тоже решили прессануть. В Минкульт поступила жалоба на издание от АРИС «Агентство развития и инвестирования сообществ». Им там заголовок Клоопа в статье не понравился, и Минкульт принял решение об удалении статьи из-за недостоверной информации. А если не удалят, то сайт заблокируют. Так написали. Но вообще-то недостоверной информации в статье не было, а значит и Минкультовы угрозы не обоснованы. И сегодня Комитет защиты журналистов в очередной раз требует от властей прекратить нападки на СМИ. Попытка властей Кыргызстана применить цензуру Клооп одному из наиболее уважаемых информационных изданий в очередной раз показывает абсурдность и спорность закона о защите от ложной информации, которую никогда не должны были принимать. Власти должны отозвать свои угрозы о блокировке веб-сайта Клооп отменить закон о защите от ложной информации и прекратить увеличивающееся давление на независимые СМИ. Должны-то они должны, а вот будут ли большой и весьма спорный вопрос. И это уже не первый случай, когда по закону Гульшата Сылбаевой госорганы безобразничают. Ранее пытались заблокировать сайт 24КГ, в конце октября Минкульт заблокировал сайт радио Азатык, теперь вот Клооп. Это у нас свобода слова такая в Кыргызстане. А теперь к другим насущным темам. Бесконтрольное применение антибиотиков может стоить жизни. В Кыргызстане только за январь у девяти граждан случился анафилактический шок от применения цевтриаксона. Один скончался, сообщает пресс-служба Минздрава. Цевтриаксон – это сильнейший антибиотик, который колят внутримышечно. Анафилактический шок – это сильнейшая аллергическая реакция. Анализ показал, что реакции были на препарат из разных стран производителей. То есть судить о том, что партия была некачественной, сложно. В пяти из девяти произошедших случаев препарат вкалывали без назначения врача. Учитывая скорость развития анафилактического шока и факта игнорирования лекарственного и аллергологического анамнеза, парентеральное введение должно проводиться строго под наблюдением врача и только в процедурных кабинетах организации здравоохранения. Пациентам, лечащимся амбулаторно, рекомендуется принимать антибиотики в таблетках. Антибактериальные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача. Медики в очередной раз призвали население не заниматься самолечением. Это чревато серьезными последствиями и даже летальными исходами. И продолжая тему о медицине. За смерть 19-летней роженицы в больнице Канта накажут медиков. Это стало известно накануне в ходе заседания Республиканской комиссии по снижению материнской смертности. Напомню, эта страшная история случилась в начале января. 3-го числа Нураим Ишенбекова родила ребенка. После ей стало плохо, ее отвезли в больницу. Там девушка скончалась от полиоргана недостаточности 11-го числа. Ее муж обвиняет врачей в бездействии. Смерть молодой матери – это огромная трагедия как для ее семьи, так и для нас. Почему, начиная с первички и заканчивая третичным уровнем, мы, медики, упустили ее состояние? Данная ситуация говорит о том, что были несогласованные действия между двумя организациями района. Нет надлежащего контроля со стороны ЦОВП района. За жизнь каждого пациента, за каждую мать и дитя мы должны биться до последнего. За все упущения виновные должны получить соответствующее наказание. В итоге координатор здравоохранения Чуйской области получила выговор. А за слабую организацию оказания неотложной акушерской помощи от занимаемых должностей освободили директора ЦОПВ из Икатинского района, ее зама, заведующую роддомом. Также уволили акушера-гинеколога из Бишкекского роддома за отказ на выезд по линии санавиации. С некоторыми из врачей будут работать правоохранительные органы. Но при этом, в целом, отмечает министр здравоохранения Гульнара Батырова, прошлый год прошел хорошо. Благодаря работе медиков удалось снизить общую смертность по стране, в том числе детскую и материнскую. Так, показатель младенческой смертности по оперативным данным снизился на 7,1%. Показатель материнской смертности на 23,4%. Эти достижения – результат кропотливой работы медицинских работников системы здравоохранения страны. Теперь наша задача – стабилизировать и удержать показатели на этом уровне и снижать с каждым годом. По словам руководительницы ведомства, в этом году Минздрав продолжит улучшать качество предоставляемой помощи. В частности, улучшать будут и педиатрическую службу. Для реализации этой цели Минздрав намерен построить в Бишкеке детские стомполиклиники, а в Ожской области – новую детскую больницу с современным оборудованием. Правда, когда начнется это самое строительство – непонятно. Сейчас, по словам министра здравоохранения, готовится только техническая документация. А тем временем, наш соотечественник Акджол Шенгибаев нуждается в операции по пересадке. У мужчины цирроз печени. На операцию нужны от 20 до 60 тысяч долларов в зависимости от учреждения, где ее будут проводить. У семьи таких денег нет. ВОСТОР ГОЛОДУА ГОЛОДУА ВОСТОР ГОЛОДУА Продолжение следует... Продолжение следует... На заседании фракции Атаджурд Кыргызстан заявила Надира Норматова. Но это депутатка все запрещающая. По словам народной избранницы, участок с 27 по 75 километры в ужасном состоянии. Напомню, этот проект был запущен в 2016 году. Занялось реконструкцией дороги Японское агентство по международному сотрудничеству, Джайка. Разумеется, все в кредит для нашего государства. Сумма займа в долларах чуть выше 116 миллионов, но ВОЗ и ныне там. Раскритиковали Минтранс из-за дороги внутри самого города Аша. Чтобы чиновники из Кабмина понимали, насколько дороги плохи, депутат Талайбек Сарыбашев предложил им по ним прокатиться. Вы должны своими глазами увидеть то, что происходит в Аше. Чтобы доехать до аэропорта, требуется 2-3 часа, хотя он находится близко к городу. Необходимо какие-то улицы сделать односторонними. Министру транспорта и министру финансов стоит самим поехать туда и испытать на себе. Парадокс в том, что замминистра транспорта и дорог вообще не в курсе, сколько в ведении министерства этих самых дорог. За это его сегодня тоже отчитали. А поедут ли они осматривать состояние вверенных трасс, пока не ответили. Что ж, продолжаем интересным правонарушительные сотрудники правоохранительных органов опять на авансцене. Сотрудник Первомайского УВД Бишкека стащил из хранилища вещдоки. А если конкретно 33 килограмма гашиша, представляете? А чтобы замести следы, заменил украденное на 23 килограмма более дешевой травы, камни и куски бетона. Обман раскрылся, когда прокуратура Первомайского района провела учет хранения вещдоков. Теперь нерадивому наркотор... не знаю, торговцу ли, ведь доподлинно неизвестно, зачем ему столько наркотика, грозит уголовное наказание по двум статьям. Это хищение наркотических средств срок от 10 до 15 лет и незаконное приобретение наркотических средств от 5 до 10 лет лишения свободы. Интересно, а будет ли исполнено наказание? Ну и напоследок, добрый вечер. Стыдливый депутат Джанишбек Токторбаев опять недоволен. Сегодня мужчина раскритиковал представителя правительства за неподобающий, по его мнению, внешний вид. Все дело в том, что чиновник имел неосторожность прийти на заседание фракции Атаджурд Кыргызстан в джемпере. Асан Мирза. Да, вот там. Сіз тойғы келдіңіз бе? Чумені мапросыңыз? Нет. Женпирчен келдіңіз сістем. Тойғы келдіңіз бе? Кастюм жоқ бе? Кастюм жоқ бе? Кастюм жоқ бе? Кастюм жоқ бе? Абит. Кем сіз бізге... Сіз келген кунақтарға премер болушыңыз керекті. Жақшына қай болып, кастюм жоқ кейіп. Кастюм жоқ бе? Кастюм жоқ бе? Женпир кейп келдіңіз бе? О боже боженьки мои, серьезно? Джемпер? Я понимаю, он бы в гавайских шортах-исланцах завалился, но это ведь классическая одежда. Проблем других, что ли, нет? С таким талантом народному избраннику надо в модный приговор идти работать. Наверное. Кстати, как и всем тем комментаторам, которые под моим прошлым выпуском отписались про макияж. Тоже мне критики-стилисты, эксперты мейкап-законодательства. Короче, мысли мы поняли, да? Джингеттий бичи. На этом все. Была рада очередной встрече с вами. А еще больше новостей и интересных материалов читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Пока-пока. Фейкменен манипуляцияға қаршы күрешевіз. Жеті медиа берге фейкке қаршы иштейд. Чекип медиа. Так маалымат берет. Джалғандың гүзін ачат. Субтитры создавал DimaTorzok